До Нового года осталось всего два дня, и Москва уже погрузилась в эту волшебную атмосферу. Яркие огни, невероятные декорации, театр под открытым небом. На фестивале «Путешествие в Рождество» каждый сможет найти развлечение по душе. Чтобы ничего не мешало наслаждаться зимней сказкой, многие улицы в центре столицы сделали пешеходными. Как не заблудиться в этой гуще событий, расскажет Клим Санаткин. Большое путешествие в Рождество начинается. Можно, конечно, провести его сидя на диване. Но лучше в своем новогоднем навигаторе построить правильный маршрут. Тем более, что разгуляться есть где. Центр столицы будет открыт для новогодних прогулок несколько дней. Никакого транспорта, но обо всем по порядку. Тверская от Пушкинской площади до Охотного ряда станет центром притяжения всех гостей до 3 января. Прямо посреди улицы создадут атмосферу разных эпох. От советского прошлого до современности. Сложнейшие декорации. Театр под открытым небом. Цирковое шоу. Выступят артисты и спортсмены. Чудес ждем. Мы ждем, какая красота здесь будет с 1 числа. Красота наступит еще раньше. Перекрыты будут прилегающие переулки и улицы вдоль Тверской. Сама же она станет одной большой сценой. По этим улицам можно будет попасть, например, сюда на Тверскую площадь. Здесь можно согреться в теплых праздничных павильонах, там же перекусить, а еще встретить писателей и героев их произведений. На каждой площадке будет по сцене. Всего пройдет 120 выступлений. Можно будет посмотреть выступления артистов Большого театра. Можно будет посмотреть концерты современных модных молодых исполнителей. Новогоднее настроение вообще чувствуется в каждом уголке Москвы, куда бы ни пойдешь. А пойти стоит на Варварку, Ильинку, Большой и Малой Черкасский переулки. Они тоже станут пешеходными. Гуляя по ним, можно зайти на Никольскую, оказаться, конечно, на Красной площади, а после заглянуть сюда, на Манежную, где уже все готово. И где тысячи москвичей, как принято говорить гостей столицы, хотят оказаться в сказочном лесу. Посмотрите, какая красота, огоньки, ребенок счастлив, родители счастливы. Застыло красиво, Дедушка Мороз украсил как будто. Такая атмосфера новогодняя. Кстати, добираться за этой праздничной атмосферой в центр лучше всего на метро. Тем более, что работать оно будет и в новогоднюю ночь. В первые два дня 2019-го пройтись можно будет по Петровке, Рахманиновскому переулку и театральному проезду. Чтобы, например, полюбоваться Большим театром и как следует разглядеть световое оформление. В общем, осталось выбрать, куда сходить. Можно, конечно, попробовать и везде успеть, но главное, чтобы времени на все хватило. В Новый год тоже придем сюда гулять. Клим Санаткин, Вячеслав Черешко, Илья Репнин, Игорь Алексеев, Первый канал, Москва.